Новосибирск С 1 февраля в Новосибирске открывают запись в первые классы. Родители могут прийти в школу на своем микроучастке или оформить заявление на портале госуслуги. Однако после одобрения заявление все равно нужно будет посетить учебное заведение и принести подлинники документов. Записать в школу будущего первоклассника не по прописке, можно с июля. Отказать в приеме могут, если мест в школе физически нет. В таком случае руководитель образовательной организации отказывает в приеме. Он обязательно указывает это на том заявлении, которое подают родители. И с этим заявлением, где написан отказ в приеме в связи с отсутствием мест, родители обращаются в районный отдел образования. Они подберут то образовательное учреждение, которое более удобно родителям и, конечно же, ребенку, чтобы он его мог посещать. Специалисты предполагают, что в этом году первоклассников будет на тысячу больше, чем в прошлом. Впервые в школу пойдут 22 тысячи детей. В этом году в Новосибирске к 1 сентября планируют открыть две новые школы и пристройку с дополнительными учебными классами в одном из учреждений. В департаменте образования, напоминают, по санитарным нормам обучение в две смены сегодня не запрещено. Опыт последних лет, все наши школы, которые мы открывали, первый год, конечно, работают в одну смену и даже второй год. Все будет зависеть от дальнейшего строительства жилья на этом микрорайоне и миграционных процессов. Достигнет ли стипендия прожиточного минимума и нужно ли современной России распределение после вузов? Студенты НГУ сегодня встретились с министром науки и высшего образования и задали ему актуальные вопросы. Михаил Котюков поздравил молодых людей с Днем студента и сам получил подарок от учеников физмат-школы. Анна Братушкина подробнее. Сибирская погода гораздо лучше берлинского климата, уверен Рене Ван Беверн. Уже четыре года он живет в Академгородке и преподает в НГУ. Расстраивает одно – в России ученую степень молодого человека не признают. Чтобы стать кандидатом наук здесь, Рене нужно перевести свою диссертацию – несколько сотен страниц на русский язык. Я не имею возможности защитить здесь докторскую, не имею возможности участвовать в многих конкурсах на гранты. Не имею права руководить аспирантами и с магистрантами тоже бывают проблемы. С этой же проблемой сталкиваются и российские студенты с дипломами вузов других стран. Как быть и когда иностранные степени будут признавать в России, Рене узнал у министра науки и высшего образования. Михаил Котюков заверил – эту проблему уже решают. Сегодня министр ответил на вопросы студентов НГУ и молодых ученых Сибирского отделения Академии наук. Именно вам принимать самое непосредственное участие в реализации этих очень масштабных планов и задач. Вам, наверное, чуть больше повезло, чем может быть предыдущим поколениям, потому что на сегодняшний день у нас уникальная возможность сложилась. Определены государственные стратегические приоритеты и направления развития и науки, и высшего образования. Вопрос, который сегодня волнует многих студентов, когда стипендии достигнут прожиточного минимума. Над этим сейчас тоже работают, заверили студентов. А пока у ребят есть возможность получать стипендии от разных компаний. Вы знаете, что в Новосибирском университете для тех студентов хорошо учиться. Мы делаем специальные программы стипендии. Вообще очень много именно стипендий. И от сибирского отделения. На встречу с министром пришли и те, кто только планирует учиться в НГУ. Я пришел сюда в составе делегации от ФМШ, чтобы задать интересующие вопросы по поводу развития нашей школы. Ну, в том числе, услышать про университет что-то. Ученики физмат-школы подарили Михаилу Коптякову игрушечного мышонка, символ ФМШ, и пригласили министра в гости. Анна Братушкина и Дмитрий Кан. Новосибирские новости. Полмиллиона жителей Новосибирской области в прошлом году прошли диспансеризацию без участия работодателей. Граждане, которые ранее не обращаются в наши медицинские организации, это очень важно. Потому что, когда проходит гражданин, который пациент уже у нас, который имеет уже заболевание, уже подлежит диспансерной группе. Он в любом случае под наблюдением. А вот то население, которое ни разу даже не знает, какая поликлиника у него по месту жительства, и куда обратиться, вот мы делаем акцент именно на это. Почти треть новосибирцев сами обратились в отделение профилактики. По закону можно раз в три года получить освобождение от работы на один день с сохранением зарплаты, чтобы пройти медосмотр. Первый этап диспансеризации проходит максимально быстро. Если появились подозрения на заболевание, человека направляют на более детальное обследование. Сейчас отделение профилактики есть в каждой поликлинике Новосибирска. Для записи на диспансеризацию достаточно обратиться в регистратуру. Чаще всего выявляют заболевания эндокринной системы, на втором месте сердечно-сосудистые. Ежегодно по итогам диспансеризации выявляется порядка 30 тысяч заболеваний, вновь выявленных. То есть это те болезни, о которых люди не знали. Департамент по социальной политике мэрии приглашает активных пенсионеров в городской центр серебряного волонтерства на Серебренниковской, 23. Если вам исполнилось 55 лет и вы готовы стать наставником для молодежи, быть в гуще событий, помогать людям и делать это в хорошей компании, звоните на горячую линию 8 953 764 4141. Ждем вас на Серебренниковской, 23. Добровольчество – залог активного долголетия. С 3 июня Новосибирск полностью переходит на цифровое вещание. Аналоговый сигнал уходит в прошлое. Качество картинки и звука будут лучше, но старые телеприемники не смогут работать как прежде. Что нужно сделать, чтобы телевизор показывал любимые каналы, расскажет Анна Буянова. Точка в переходе на цифровое вещание поставлена. В 2019-м понятие аналоговое телевидение уходит в историю по всей стране в Новосибирске с 3 июня. Все, кто может принимать эфирную цифру технологически, в случае подключения и адаптации своего оборудования, имеют возможность уже смотреть 20 цифровых телеканалов и принимать 3 радиоканала. Цифровое телевидение отличается высоким качеством изображения. Картинка долетает до зрителя быстро и без искажений, проще говоря, в HD-качестве. Правда, показывать видео такого формата, как и любое другое, телевизор старше 2012 года выпуска после перехода на эфирную цифру не будет. Для этого нужен либо кабель, либо специальная приставка. Первым федеральный проект по развитию телевидения опробовали на себе жители Тверской области. Их переход на цифровое вещание настиг 3 декабря прошлого года. Но, несмотря на предупреждения, ко дню X телезрители оказались не готовы. В магазинах техники возник дефицит оборудования и большие очереди. Новосибирцев о покупке телеприставки просят позаботиться заранее. Сегодня можно купить приставку еще до 1000 рублей. Я могу сказать, что в 2014 году она стоила 999, самая низкая цена. Здесь все зависит от качества, ну как и везде, да. И качественное оно, ну, следовательно, справедливо стоит чуть дороже. Скажем, приставки, наверное, которые мы сейчас продаем до 1000 рублей, они могут отработать два года. Ну, сам ресурс, да, сделан производителем на два года. Те, которые подороже, у нас есть хорошие вещи, они, конечно, подороже, да. Они могут работать и 4, и 5 лет. Узнать, нужна ли телевизору приставка просто. В углу экрана должна стоять буква «А». Метка означает, что после 3 июня по всем каналам вам покажут только картинку с телефоном горячей линии. Специалисты колл-центра расскажут, где приобрести нужный декодер и как правильно его установить. Анна Буянова, Данил Смирнов, Новосибирские новости. Новосибирск стал столицей регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Соревнования начнутся 11 февраля. За 6 лет число номинаций на чемпионате выросло в 8 раз, а количество участников – в 7. Это связано с тем, что сам статус участия в конкурсе, это в первую очередь для наших студентов, это подтверждение статуса качества обучения. Это значит подтверждение будущей рабочей перспективы, будущего трудоустройства. Поэтому и студенты довольно с охотой откликаются на предложение на участие. WorldSkills Russia – это серия соревнований по разным направлениям – от парикмахерского искусства до администрирования отелей. Цель – не столько выявить лучших, сколько задать высокие профессиональные стандарты и повысить престиж некоторых специальностей. Победители смогут выйти на всероссийский уровень. Национальный финал пройдет в мае в Казани. Сама процедура этого чемпионата, она очень именно восхваляет человека труда, восхваляет профессионала. Они видят, что ребята ездят на тренировки другие, на отборочные чемпионаты, то есть в разные города, в разные страны теперь уже даже. Поэтому, конечно, они видят, что этот путь для них, он мало того, что профессионал развивается, но и он мир видит больше. Школьникам рассказали о том, как продвигать проекты. Авторы смогли представить свои разработки в Академпарке. Как рождаются идеи полезных изобретений, что интересует начинающих исследователей, выяснить это попытались корреспонденты школьного телевидения. Как реализовать свой проект на практике? В каком направлении развивать идеи? Ответы на эти вопросы искали на юношеской конференции «Мы – будущее». В Академпарке собрали авторов лучших технологичных проектов со всего города. Ну, обычно это как-то само собой происходит, ты занимаешься обычными делами, и вдруг так, бум, а если что-то можно поинтереснее сделать, ну, и ты как-то начинаешь размышлять на эту тему, и к чему-то такому приходишь. Можно вполне вспомнить, с чем, с какими трудностями вы сталкиваетесь, например, утром, и придумать что-то очень полезное для того же завтрака, например, что кажется совсем обыденным, но, тем не менее, все-таки может требовать каких-то усовершенствований. Задача конференции – развитие научной работы, разработка новых интересных проектов среди школьников, выращивание грибов в домашних условиях, исследование окисления майонеза, беспилотник для оценки состояния воздуха. Недетские проекты школьников могли бы изменить мир, но пока представлены на городском уровне. Инновации – главная фишка данного мероприятия. Здесь можно распечатать динозавра или даже поговорить с роботом. Привет! Детям, конечно, это дает большие возможности в части знакомства, разработки новых идей, новых возможностей. На этих мероприятиях присутствуют различные партнеры, спонсоры этих проектов, которые могут потом помочь им в развитии этих проектов. Результат – 9 финалистов получили подарки от спонсоров, но гораздо важнее полученный опыт и рекомендации от экспертов. Ира Савелова, Виталий Шахов. Специально для Новосибирских новостей. Интерактивную выставку открыли в городском центре изобразительных искусств. Ее подготовил Гёте-институт. Она знакомит посетителей с изобретениями немецких ученых. Экспозицию оценила Александра Медведенко. Соня немного волнуется. Скоро придут первые посетители выставки. Она хоть и в одном шаге от диплома учитель немецкого языка, но ведет экскурсию на немецком впервые. На самом деле это все очень интересно, потому что, конечно, все вот эти изобретения, которыми мы пользуемся в повседневной жизни, узнать, что они на самом деле работа немецких ученых, немецких изобретателей – это очень все интересно и очень ново. Есть здесь и пульт диджея, и автомобильная подушка безопасности, и солнечный свет, представленный под иным углом. Тут напрямую видно, как вообще производится энергия. Вот мы с помощью нашей силы загорается лампочка. Целая команда экспертов создавали эти материалы. Каждое научное направление представлено на отдельном модуле. На модуле это 5-6 экспонатов, которые сопровождаются информационными текстами. И есть, как вы здесь видите, тумба, которая интерактивная, она ожидает активности от самих участников. То есть нужно что-то решить, разгадать, либо заглянуть в микроскоп. Такие выставки нечасто увидишь в России. Экспозиция будет интересна и взрослым, и детям. Если ребенок приходит, например, в художественную экспозицию, главное правило – руками не трогать. А здесь ребенок заходит, и можно все. Тексты на стендах и видео на немецком языке. Ну а если вы такой же не полиглот, как я, то здесь есть специальные брошюры, написанные на русском языке. Кроме того, каждый экскурсовод может вам рассказать о каждом стенде только на русском языке. Посмотреть изобретение немецких ученых можно бесплатно. Выставка в Новосибирске до 17 февраля. После ее перевезут в Академгородок, где она пробудет до начала марта. Александра Медведенко, Олег Кролевец. Новосибирские новости. Турнир памяти Владимира Высоцкого стартовал сегодня в Новосибирске. На хоккейные соревнования приехали детские команды из соседних регионов. За первыми поединками наблюдал Владимир Киселев. Атака, бросок и гол. Этот хоккейный матч мало чем отличается от многих других. Разница только в том, что игрокам по 10 лет, а турнир посвящен памяти Владимира Высоцкого. Причем юные хоккеисты не только уверенно держатся на льду, но и уверенно рассказывают о человеке, в честь которого проводят соревнования. Ну да, думаешь, я пел песню про хоккей. Замечательно. А почему, по-твоему, сегодняшний турнир, он называется в честь именно Высоцкого? Ну потому что у него сегодня день рождения, ему исполняется 81 год. Детский чемпионат в память о Высоцком в Новосибирске проводят уже 8 лет подряд. Однако на этот раз организаторы расширили масштаб соревнований до всей Сибири. И то, что вот сейчас организаторы сделали такой турнир, уже не только в городе Новосибирске, но и как в межгородской. Приехали три команды из других городов нашего Сибирского федерального округа. Это уже говорит о признании этого турнира. Турнир памяти Высоцкого единственный в своем роде. Он предназначен для самых молодых хоккеистов. В будущем организаторы планируют увеличить охват и пригласить еще больше участников из других городов. Ведь желающих получить свою первую медаль много. Когда мы начинали этот хоккейный турнир детский, им было тоже 10, 11, 9 лет. Даже тем, кому было 10 лет, им уже по 18, они уже взрослые. И они приходят и очень рады. Для многих из них первые медали останутся с эмблемой Высоцкого. На протяжении трех дней команды из Новосибирска, Барнаула, Тюмени и Лениц-Кузнецкого будут бороться за титул самых лучших. Но победа не главное, уверены организаторы. Каждый из этих ребят запомнит, кто написал песню, посвященную их любимому виду спорта. Владимир Киселев, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Быть в курсе последних событий поможет радио «Городская волна», частота 101,4 FM. На этом наш выпуск завершен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова